Здравствуйте в информационной студии Татьяна Ковалевская и коротко о событиях города и края. Еженедельная внутренняя планерка открыла первый рабочий день в администрации округа в 2019 году. О прохождении праздников и ближайших планах в работе отделов и управлений расскажем в первом сюжете. Все отделы управления администрации Дальненгорского округа начали прием граждан и формирование отчетов за истекший год. Управление муниципального имущества по поручению исполняющего обязанности главы возьмет на себя ответственность за определение места хранения фигур новогоднего городка. Разбирать украшения на площади начнут 14 января. Аварий крупных не было, мелкие аварии были по учреждениям, устраняли, дежурная группа выезжала, устраняла. На полигоне для твердых бытовых отходов сильные порывы ветра распространили горение. Были зафиксированы новые очаги. В плане никакого вреда, так скажем, опасности для лесного массива не приносят, но однако пожарные на это обращают внимание. Управлением образования были организованы дежурства во всех подведомственных учреждениях. В детском саду номер 3 перемерз водопровод. Примтеплоэнерго будет проводить ремонт. Началось очень серьезных происшествий не было. На теплосетях и в дневной сетях тоже происшествий не было. Были мелкие пары уже. Постаняли свое время. Единственное, что в СНБ там, с Органом частично. Кровка, Октябрьская, 15, ГСТЛ-14. Управляющую компанию сегодня, Губовчар, разговаривали уже с директором. Сегодня будем смотреть. И в свое время вопрос заходит. Остается вопрос у нас открытый. Обращаются жители, автомобилисты, скажем, которые портят свои колеса. Это мост Тайгинский. Покрытие уже вообще приходит в неводность, потому что большегрузы полиметаловские идут регулярно. Причем на больших скоростях. И в узкие вылетают. И вторая проблема у нас. Выход металлых вод в районе родника молодежного. И в районе котельной. Ну, дорожники все праздники отрабатывали нормально. То есть, вступали с месяц. Виктор Колосков поручил отделу жизнеобеспечения в очередной раз направить запрос в департамент дорожного хозяйства администрации Приморского края. Мост находится в федеральной собственности. И ремонтировать его своими силами противозаконно. На территории все в рабочем порядке. Новогодний праздник пошли без происшествий. Мелкие вали были, но в угол, но они их утромили. Все запланированы мероприятия, выполнены полном объем, культурные и спортивные мероприятия. У нас сейчас будет отчетная пора, начинается. Ну, и готовимся к району фестиваля Варковича. За праздники набережной 18 частично без ГБС осталось. В партизанской партии два дома многоквартирных. Вода перемерзла. Значит, в принципе, таких крупных больше не было. 24 декабря принят новый закон о краевом бюджете. Данный документ сильно отличается от размещенного проекта. У нас появилось много денежных средств по разным направлениям. Более 20 миллионов на покупку жилья детям-сиротам. Около 2 миллионов на приобретение дров. 3 тысячи на полномочия по установлению тарифов на муниципальной перевозке. Сейчас необходимо слаженно отработать с департаментами и вносить корректировки в бюджет округа. Потому что в положенный срок его формирования средства край еще не предоставил. Конкурсы, зоны игровой активности, театрализованное представление и лазерное шоу. Все это входило в программу новогодних народных гуляний на Центральной площади Дальнегорска 2 января. Наша съемочная группа присоединилась к массовому веселью. В 2019 году время начала традиционных новогодних гуляний изменилось. Культурно-развлекательная программа открылась в 16 часов. Но дальнегорцы собрались на площади гораздо раньше. Дети катались с горок и резвились в новогоднем городке. И практически в каждой коллекции семейных снимков появились фотографии с гостями из Арктики и Антарктики. А в 4 часа дня стартовал конкурс «Самый лучший Дед Мороз». За это звание боролись 8 дальнегорских старшеклассников. Первый этап – презентация. Жюри оценивали костюм участника и само выступление. «Снежный бой, как в детстве, на дне узоры, а я родился там, где одни просторы. Где деда шубу, цвета помидора, в город на санях, собирая взоры. Вот он идет! Новый год! Вот он идет! Новый год!» Дальний год хочу поздравить от души. Хорошо все будет, и спорить не спеши. Но этот год будет успешным, сбудутся мечты. Счастье за тем днем, все синий три. Вместе обунемся в новогодний ураган. Мы летим на сани в седан. Дальнегорцы! Счастья вам! На много-много лет! Дед Мороз из колледжа шлет вам всем привет! Яркий свет, звонкий смех, грусть и след засыпан снежным серебром. Настает пора чудес. Новый год, что нас ждет, сможет нам сказать об этом лишь любовь. Во часах услышат люди, Новый год счастливым будет. К нам приходит Новый год! Желаю вам, милые, счастья, здоровья, огромный сугроб. В улыбках пусть тонет ненастье. Любите и смейтесь весь год! Здравствуйте, здравствуйте! Привет, мои друзья! Дед Мороза звали? Вот он, это я. Я пришел искать в новогодний час. С добрым Новым годом! Поздравляю вас! Ждете вы подарки? Я их вам принес! Денья будут песни! Я музыкальный Дед Мороз! Дед Мороз! Я музыкальный Дед Мороз! Дед Мороз! Я музыкальный Дед Мороз! Белым снегом радует небо. И город снова, как заколдова, По радиоволнам летят поздравления. Воздух наполнен новогодним весельем. Все дела не сбудутся в эту ночь. Нужно только их загадать. Новый год. Счастье обязательно тебя найдет. Надо только верить и ждать. Новый год. Город ждет. Он зажигает яркий свет. Все для тебя. Новый год настает. Все будет хорошо. Новый год. Так точно знаю я. Новый год. Каждый год приходит нам с запахом ели, Вкусом мандаринов, взрывом хлопушек И отличным настроением. Пусть у женщин будут шубки, Пусть карьера вверх идет, Ну а вместе с ней доход. Пусть подарит год нам всем Жизнь без бед и без проблем. С праздником вас! С Новым Годом! Здравствуйте, мои вы дорогие! Целый год не видел вас уже. Боже мой, нарядные какие! Смотреть на вас приятно мне сейчас. Давайте мы с вами сегодня Оторнемся и круто гулем. Потанцуем со мной и Снегуркой. И, конечно же, песню поем. Будем тусить! Будем тусить! Между конкурсными этапами на мобильной сцене развернулось театрализованное представление от учреждений культуры округа «Приключения волшебного мешка». С нашей съемочной группой дальнегорцы охотно дерились впечатлениями от праздника. Как вы отметили этот Новый год и чего от него ждете? Мы ответили в клубе «Ракурс» очень замечательно. У нас была вечеринка «Пираты Карибского моря». Вы знаете, это было очень здорово. Все пришли в костюмах, все придумали какие-то номера, выступали и танцевали. Было очень весело. Это не было обыкновенно, сели и поели, а было весело, да уже запоминается надолго. А что ждем? Ждем, чтобы русские люди отмечали не год свиньи, а год летящего орла. По-русски, чтобы было все по-русски. А то как бы немножко мы уже и в китайцев превратились. Со всех жителей города поздравляю с наступившим годом. Желаю вам всем много счастья, здоровья, чтобы вы были все счастливы и здоровы. Самое главное – улыбайтесь. Отметили хорошо, сами все на позитиве. От года ждем. Веселья, добра, прибыли всем. Счастья, здоровья обязательно. Ну и снег, чтобы нас порадовал в новом году обязательно. Без снега настроение, сам все же делаешь. Со снегом – хорошо. Ждем. Дальнегорск красивый, площадь в этом году красивая. Замечательное такое шоу подготовили. Все на позитиве, все здорово, все весело. Всех люблю. Вот такие у нас жители, вот такие все граждане. Все весело, все хорошо. Новый год будет самый замечательный год, который может быть. Поздравляем всех с поступившим 2019 годом. Желаем счастья, мирного неба, здоровья, любви. С Новым годом! С Новым годом, Дальнегорск! Первым делом я хочу всем дальнегорцам и всем и себе здоровья, счастья в себе и на жизни. И чтобы все исполнялись желания. В новом году все исполнялись желания. А самое главное – здоровья. Всех дальнегорцев поздравляю с Новым годом. Самое главное – будьте все здоровы. А так счастья всем, удачи и спокойствия. Какие ожидания у вас от Нового года? У меня свои ожидания. А вообще я хочу, чтобы всем было хорошо, чтобы все улыбались, чтобы счастливые были, чтобы средств для жизни хватало. Вот так я хочу. Самое главное – что Новый год провели хорошо. Встречали у родителей своих, все собрались. Дети, правда, в городе встречали. Ну, конечно, снега ждем, вот пришли. Ну, а так все нормально. Новый год хорошо начался. И я думаю, продолжится в таком же темпе. Поздравьте, пожалуйста, дальнегорцев, земляков с Новым годом! Ну, поздравляю всех дальнегорцев, знакомых, родных. С Новым годом! Желаю счастья, здоровья самое главное. Ну и всего благополучия. Как провели этот Новый год? Какие ожидания от будущего? Ну, надеюсь, он будет лучше. 2018-го провели хорошо. Ребенократа – это главное. Поздравьте, пожалуйста, дальнегорцев с наступившим Новым годом! Поздравляю с Новым годом всех дальнегорцев и все Приморье! Желаю всем успехов, удачи и побольше денег! Как встретил Новый год и какие ожидания с чем связаны? Новый год встретил с семьей по традиции. Ожидания 2019-го года самые прекрасные. Много очень целей, много желаний. Надеюсь, что все получится, цели будут достигнуты, желания будут исполнены. И, пользуясь моментом, хочу поздравить всех дальнегорцев с наступившим 2019-м годом. Хочу пожелать, самое главное, крепкого здоровья, семейного счастья, финансового благополучия и всего самого наилучшего! А теперь песня! Давайте импровизацию! Да! С Новым годом! Спасибо! Вы нам расскажите, как вы Новый год этот встретили, провели! Отлично! В кругу своей семьи к нам гости приехали из Владивостока. Вчера были на Катке и сегодня на Катке. А сейчас вот пришли посмотреть лазерное шоу. Должны-ка что-то интересное нам показать, да? Ну, наверное. Ну, посмотрим. Поздравьте, пожалуйста, дальнегорцев с Новым годом! Поздравляю всех дальнегорцев с наступившим Новым годом! Желаю в этом году, чтобы у всех было хорошее настроение, много-много денег, счастья и всего-всего хорошего! Мы ждем от Нового года всего самого лучшего, самого хорошего, самого доброго! Побольше внимания местных властей, местным жителям! Побольше таких мероприятий замечательных! Ёлка прекрасная в этом году, площадь отличная! Мероприятие просто супер! Мы очень рады и довольны! Всем желаем добра, счастья, здоровья! Второй этап конкурса «Самый лучший Дед Мороз» – флешмоб! Участникам нужно было поддержать танцующих «Ёлочек», а также зажигательно и артистично выступить сольно! «Слушай, не долго! Сколько будет ёлка, только молотолка!» «Если все на разу, то есть, если дети не запоют!» «Привет, Новым годом! Приходит Новый год!» «Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е!» «А contenu стеулла прикручку Участили院» У-у-у! У-у-у!!! 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 Самый волнующий момент – подведение итогов. На кону победа и серьезный призовой фонд. Прежде чем озвучить результаты, участников конкурса и всех собравшихся жителей округа поздравил исполняющий обязанности главы Виктор Колосков. Новый год – это особый праздник. С этим праздником мы связываем новые мечты, новые желания. Я от всей души хотел бы, чтобы все ваши пожелания, которые вы загадали под звон курантов, сбылись в 2019 году. Чтобы в ваших семьях было тепло и уютно. Чтобы любовь, взаимопонимание царили в ваших семьях. Счастья, процветания, удачи! С новым 2019 годом! Ура! Дипломы участников получили Владислав Пляшечник, Савелий Лещев, Данил Мерзликин, Александр Лапидас, Артур Городов. Призовой фонд был сформирован меценатами. Приз за третье место – сертификат на 20 тысяч рублей – обеспечил предприниматель Эльдар Сарыев. Его обладателем стал Игорь Позняков. Награды за второе и первое места обеспечил меценат, пожелавший остаться неизвестным. Серебро и сертификат на 30 тысяч рублей завоевал Дмитрий Карпекин. Самым лучшим Дедом Морозом по итогам конкурса стал Леонид Нагибин. Победитель получил подарочный сертификат номиналом в 40 тысяч. Любимый зимний праздник завершили народная дискотека и первое в Дальнегорске лазерное шоу. Это только начальная партия оборудования, которая проходит апробацию. В планах нарастить мощности и сделать шоу еще более эффектным. Рождественский турнир по мини-футболу на кубок холдинговой компании «Стандарт» состоялся в дни праздничных каникул. На открытии побывала наша съемочная группа. Традиционный рождественский турнир прошел в 13-й раз. Место проведения стала спортивная школа «Гранит». Участие приняли 8 команд. «Патриот», «Гранит», «Радуга», «Квадрат», «ДВФУ», «Стандарт», «Бронзовый век», «Арарат». Турнир проводится очень интересно. Съезжаются команды из различных городов на этот турнир. Турнир очень популярный. На сегодня у нас представляют команды города Хабаровска. «Спас Дальний» в этом году приехал. Будем смотреть, как эта команда покажет себя на нашем турнире. Традиционно в Владивосток приезжает, две команды приехали. Ну и наши местные команды, которые также на равных сражаются с приезжими дружинами футбольными. Турнир проходил в течение двух дней с 4 по 5 января по системе розыгрыша с выбыванием после двух поражений. В первый соревновательный день команды сыграли друг с другом и выявили финалистов. На следующий разыграли кубок. Обслуживали матчи судьи первой категории. Максим Рабынин, работающий в первенстве России по футболу в качестве главного арбитра. И Сергей Бобров, кандидат на обслуживание матчей первенства России. В стартовой игре встретились команды «Патриот. Город. Дальнегорск» и сборная Дальневосточного федерального университета из Владивостока. Соперники продемонстрировали высокий игровой класс. Уступать не хотел никто. Несмотря на то, что гости открыли счет, еще до конца первого периода Дальнегорская команда сумела отличиться дважды. Второй период прошел под преимуществом «Патриота», который забили еще три мяча. Итоговый счет 5-2 в пользу Дальнегорской команды. В финале встретились команды «Гранит» и «Бронзовый век». В стартовом отрезке преимущество оказалось за гостями. Дальнегорцам удалось отыграться ближе к концу первого тайма. Во втором – выйти вперед. Как итог 2-1 победа «Гранита». Третье место у команды «Стандарт» города Хабаровска. Победитель получил кубок. Призеры – денежные призы от организатора. Уважаемые дальнегорцы, уважаемые любители футбола, хочу поздравить вас с наступившим 2019 годом, а также с наступающим Рождеством, здоровьем, благополучием. И пусть наш Дальнегорск развивается, крепнет и становится городом высшей культуры. Спасибо. Поздравляю всех с праздником. По сложившейся традиции, 6 января в Сочельник дальнегорцы начинают отмечать праздник во Дворце культуры химиков. Как прекрасен этот день, и в нем моя мечта. Ты подумай этот день, но нам с тобой, Христа, Пусть прольется радость изо всех окон. С Рождеством тебя, и нет дня прекрасней. С Рождеством тебя, ты здесь не напрасно. Светлый праздник Рождества Не смеша зажгите свечи Довите в этот вечер только добрые слова Светлый праздник Рождества Вспомни все, о чем мечтали Не остави все печали Светлый праздник Рождества Рождество всегда пропитано особой атмосферой ожидания чуда. Это праздник мира и спокойствия. Во Дворце культуры химиков торжественный тон задавали творческие коллективы. Любимые рождественские гимны, танцы и новые вокальные номера радовали зрителей концерта. Трудное счастье мое Спит у меня на плече Звезды горят для нее Ангелы кружат над ней Тайная грусть словно тень легла на губах Скоро пройдет эта ночь Время ее сочтено То, что было ты со мной Утром покажется сном Не торопись Время главных слов Не успел сказать ей И томился ангел мой В небесах летая Ночью погрустил со мной А в утру расстоял Сказки краткая глава Ночь Накануне Рождества Накануне Рождества Накануне Рождества На судьбе Подготовке Наталья Наталья На судьбе На судьбе В супремя В연ец Субтитры создавал DimaTorzok До свидания! Спасибо, что вы с нами!